С 2020 года в России планируется ввести электронную трудовую книжку, которая упростит жизнь не только работников, но и работодателей. Что нужно знать о цифровом формате документа, расскажем прямо сейчас. Электронная трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроют новые возможности кадрового учета. Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений добровольный и будет осуществляться только с согласия человека. Мы уходим от привязки к месту жительства гражданина и от его места работы. То есть он в любом месте может эти сведения запросить, получить, проверить. Что очень важно, проконтролировать, насколько правильно в отношении него поданы эти сведения. Если он обнаружит какие-то несоответствия, он просто напишет заявление самому работодателю и работодатель будет обязан представить уточненные сведения в органы пенсионного фонда. У новой формы документа будут несомненные преимущества перед своим книжным аналогом. Будут минимизированы ошибочные, неточные сведения о трудовой деятельности, появляется дополнительная возможность дистанционного трудоустройства, а также владельцы цифровых книжек смогут использовать их для получения государственных услуг. Кроме того, важным аспектом является высокий уровень безопасности и сохранности данных. Неоднократно поступают обращения, граждане, к сожалению, иногда теряют свои трудовые книжки, случаются какие-то несчастья, дом сгорел, да, вот как ее восстановить. Приходят такие обращения, зачастую очень сложно, организации могут уже ликвидированы быть. В связи с этим, вот сведения, которые будут формироваться уже в электронном виде, это уже более надежный источник хранения, не источник, способ хранения сведений о трудовой деятельности. И, соответственно, их всегда можно восстановить, поскольку они будут содержаться в информационных ресурсах пенсионного фонда, и не будет уже таких проблем у работников. Несмотря на то, что поправки в законодательство гласят о необходимости согласия человека на изменение версии документа, добровольности в этом не будет. Сведения о трудовой деятельности в любом случае с 2021 года будут формироваться в цифровом формате, но при этом работнику дополнительно будут продолжать вносить записи в бумажный формат. Продолжение следует...